Добрый день, друзья! Сегодня будем готовить ароматное, легкое в приготовлении и очень вкусное блюдо на каждый день. Куриный фарш и картофель делают запеканку питательной, а сметанный соус придает сочность и нежность. Для приготовления этого блюда нам понадобится картофель. Он должен быть весь приблизительно одинакового размера. Нарезаем его на кружочки шириной 5-7 сантиметров. Затем репчатый лук режем на полукольца. Для запеканки также нам понадобится фарш. Советую брать либо куриный, либо из индейки. У меня сегодня мясо курицы. В фарш добавляем соль и черный молотый перец по вкусу. А также добавляем еще 1 чайную ложку сушеного чеснока. Все хорошо перемешиваем и пока отставляем в сторону. Основные ингредиенты подготовлены, осталось сделать заливку. Для приготовления соуса берем 200 грамм сметаны любой жирностью и смешиваем ее со 100 миллилитрами воды. Венчиком перемешиваем до однородной консистенции. Переливаем сметанную смесь в высокую емкость. Всыпаем пол чайной ложки соли, а черный молотый перец добавляем по вкусу. И вбиваем 2 яйца. Венчиком перемешиваем смесь до однородности. Сметанная заливка готова. Форму для запекания смазываем растительным маслом. В последнее время я все чаще стала использовать масло-спрей. Несколько месяцев назад мне его купила мама, и я теперь без него никуда. Оно бывает разное. Оливковое, подсолнечное, кунжутное, кокосовое. Если нужно смазать форму или заправить салат, это очень удобно. Фирму можно брать любую. Главное, чтобы был удобный носик. Половину фарша перекладываем в форму и распределяем его равномерным слоем по поверхности формы. Далее выкладываем половину лука. Как вы могли уже заметить, в фарш лук мы не кладем, а добавляем его в запеканку отдельным слоем. На лук выкладываем внахлёст кружочки картофеля. Его обязательно подсаливаем и по желанию слегка присыпаем черным перцем. Далее все слои повторяем. Кладем фарш, лук и картофель. Присыпаем солью и молотым перцем. Заливаем все сметанным соусом. Также можно взять сметану и майонез в пропорциях 1 к 1. Вот так выглядит наша будущая запеканка. Теперь мы ее накрываем фольгой. Хорошо заворачиваем края фольги и отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Режим вверх-вниз. Через 40 минут аккуратно снимаем фольгу. Включаем уже режим конвекции, то есть обдув горячим воздухом. И держим в духовке еще 20 минут или до золотистого цвета картофеля. Ну и наконец-то наш обед или ужин готов. Запеканка получилась очень ароматной. Достаем ее из духовки и даем остыть до теплого состояния. А затем разрезаем на порционные кусочки. Запеканка получается очень сочной и нежной. Также в запеканку можно добавить еще свои любимые специи. И сделать дополнительные слои, добавив допустим помидоры или болгарский перец. Пробуйте приготовить сами, экспериментируйте. И радуйте свою семью простыми, но в то же время вкусными и необычными блюдами. Если понравилось видео, поддержите меня пальчиком вверх. Мне будет очень приятно. Я всегда рада получать от вас обратную связь. С любовью, Евгения и Кулинарный канал. Это просто! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok